В прошлый раз мы с вами начали рассматривать утилиту ТОП, разобрали общую информацию по системе, теперь осталось разобрать информацию по процессу. Итак, у нас тут таблица. По столбцам многое мы с вами уже разбирали в прошлых частях. Идентификатор процесса, пользователь запустивший процесс, текущий приоритет в ядре. Кстати, обратите внимание, что у некоторых процессов вместо цифр написано RT. Это Real Time, то есть реальное время. Это означает, что такие процессы операционная система будет выполнять моментально, без всяких ожиданий выполнения других процессов. Как правило, это процессы, работающие с оборудованием. Есть даже специальные операционные системы реального времени, которые используются в промышленности, телекоммуникациях и прочих местах, где есть требования к скорости работы операционной системы с железом. Дальше у нас niceness, вежливость процессов, вирт, виртуальная память. Мы говорили, что при запуске для процесса создается иллюзия, что этот процесс единственный в оперативке. Так вот, это осуществляется за счет того, что для каждого процесса создается адресное пространство. Представьте себе это как программу Excel. У каждого процесса есть свой лист с таблицей, где можно заполнять данные. Есть адреса, допустим, A1, B5 и тому подобного. И у разных листов, то есть процессов, адреса могут совпадать, но данные в них разные. Эти адреса ядро операционной системы связывает где-то с физическими адресами в оперативке, где-то со свапом на диске, а где-то с большими файлами на диске, которые система не загружает в оперативку. И вот все эти адреса для процесса находятся в одном листе. Лист это просто аналогия, а на деле это называется адресным пространством. Дальше у нас RES. Это сколько реальной оперативной памяти использует процесс. Отображается в килобайтах, как и виртуальная память. Столбик MEM показывает это же значение в процентах от всей оперативной памяти. SHR. От слова SHARED. Потенциально, сколько виртуальной памяти может быть разделено с другими процессами. Допустим, чтобы разные процессы не дублировали одни и те же данные, к примеру, в библиотеке, процессы могут делиться частью виртуальной памяти. С – статус процесса. С – это SPEED. R – работает. И от слова IDLE. Это специфично для потоков ядра, ожидающих каких-то событий. Тут еще может быть Z – зомби и пара других статусов. CPU – это использование процессора в процентах. По умолчанию, это процент не от всего процессора, а от одного ядра. То есть, тут значения могут быть больше ста. Допустим, 150. То есть, используется полтора ядра. TIME PLUS – это сколько времени процессор работал над этим процессом. Тут все в минутах, двоеточие секунды и сотые секунды. На самом деле, это далеко не все столбцы, которые может показать TOP. В принципе, можно перенастроить программу, чтобы она показывала другие столбцы. Но разбирать все это займет много времени. У TOP достаточно хороший MAN. А мы с вами и так достаточно ударились в теорию. Давайте уже к практике. Итак, у нас есть таблица. И больше всего здесь нас интересуют три столбца. Процент использования процессора, процент использования оперативки и идентификатор процессора. Итак, если я хочу отсортировать по использованию процессора, я нажимаю SHIFT-P. Чтобы отсортировать по оперативке, я нажимаю SHIFT-M. Ну и, как всегда, можно просто нажать H, и тут будет подсказка по горячим клавишам. И хотя TOP дает достаточной информации и предустановлен во многих UNIX-подобных системах, у него есть более простые интуитивно понятные аналоги. Как и в случае с V, ситуации бывают разные. И может случиться, что у вас не будет альтернатив. Поэтому уметь хотя бы базово разбираться в TOP нужно. Но в повседневной жизни вы можете использовать, к примеру, H-TOP. Он у нас не предустановлен, поэтому давайте его установим. H-TOP более интерактивен. Во-первых, мы можем работать мышкой. Для сортировки можно просто нажать на CPU или MEM. Снизу также есть кнопки с возможностями. Допустим, F2. Поменять внешний вид программы. Поменять цвета. Изменить столбцы. Допустим, уберем SHARED MEMORY и сохраним. F3 можем искать процессы по тексту. F4 можем фильтровать. F5 покажет процессы в древовидной форме, чтобы увидеть родительские и дочерние процессы. Тот же niceness, обратите внимание, при нажатии F7 ничего не происходит. А F8 вежливость увеличивается. F10 это выход, а F9 kill. Если нажать, слева появится панель. Послать сигнал из список сигналов. Но kill это не только часть H-TOP, а вполне себе отдельная команда. Итак, kill позволяет нам посылать сигналы. Судя по названию, в основном чтобы убивать процессы. Допустим, запустим блокнот. Откроем новое окно. Напишем GETTED. Потом найдем идентификатор процесса с помощью PS. И используем команду kill с нужным PID. И вот блокнот закрылся. Давайте запустим kill-l и посмотрим список сигналов. До этого мы просто написали kill и номер процесса. Из-за чего процессу послался сигнал по молчанию. Это пятнадцатый сигнал. SigTerm. Это мягкий сигнал, который дает процессу время закончить свои дела, прежде чем умереть. За это время процесс успевает попрощаться с дочерними и родительскими процессами. После смерти процесса, его дочерние процессы становятся процессами-сиротами, и у них появляется новый родитель. Процесс init с номером 1. Для примера, давайте я открою окно эмулятора терминала, там у нас появится новая баш-сессия. В этом окне я запущу блокнот с амперсандом в конце. Амперсанд нужен, чтобы выполнить команду в фоне, а не быть зависимым от эмулятора терминала. При запуске мы увидим ID процесса блокнота. Можно посмотреть PS, где видно, что у процесса GETTED родительским процессом является баш в этом эмуляторе терминала. Теперь давайте избавимся от родительского процесса. При этом блокнот все еще запущен. Найдем его с помощью PS. И у блокнота изменился родительский процесс. Но я говорил, что процессы сирота забирают к себе процесс с номером 1, а тут другой ID. Если посмотреть этот процесс и процесс 1, то команды будут похожи, систем D. В большинстве Unix подобных систем сирот на себя берет первый процесс. Но то, что мы видим сейчас, связано с изменениями, которые происходят в последние лет десять. Во-первых, это пока не затронуло все дистрибутивы. Во-вторых, это связано именно с пользовательскими сессиями и не так актуально на серверах. Про систем D мы еще поговорим. Я же просто объяснил, что бывает с дочерними процессами. Вернемся к сигналам. Когда мы посылаем СИКТЕРМ, процесс сам отвечает за свое завершение. Но что, если процесс завис, ни на что не реагирует? На самом деле, в таких ситуациях лучше разобраться, с чем это связано. Однако есть способ по-жесткому избавиться от процесса, используя девятый сигнал СИКТЕЛ. Но это очень опасный сигнал. Резкое убийство процесса, без возможности завершить дела, может, допустим, повредить базу данных, файловую систему и т.п. Поэтому нужно быть крайне аккуратным с этим сигналом и лучше стараться найти причину проблемы и решить ее, а не убивать процесс. Но если все же нет другого выхода, посылаем КИЛ с девятым сигналом. Можно еще вместо номеров использовать сигналы. КИЛ, СИКТЕРМ, ПИТ. Большинство сигналов нужны не столько администраторам, сколько разработчикам. Но пара занятных сигналов все же есть. Допустим, СИКСТОП, о котором я говорил в прошлый раз. Это у нас девятнадцатый сигнал. Потренируемся на том же блокноте. Чтобы постоянно не искать ID процесса, я могу использовать команду ПКИЛ. Она сама ищет процесс по шаблону, но нужно быть осторожным. Потому что в некоторых случаях у разных процессов могут совпадать имена. И это может привести к плохим последствиям. Но так как блокнот у меня один, я пишу ПКИЛ минус 19 ГЭДИТ. И теперь блокнот ни на что не реагирует. Если я захочу, чтобы он продолжил работу, я посылаю сигнал СИККОНТ от слова CONTINUE. Это восемнадцатый сигнал и блокнот опять же продолжает работать. Итак, когда у вас начинает зависать система, смотрим TOP или H-TOP. Сортируем по CPU или memory, а потом решаем, что делать с процессом. Пытаемся найти причину и решить. Допустим, у вас шел бэкап базы данных на внешний сервер. А он отвалился от сети и теперь база данных начала грузить процесса. Легче всего будет вернуть в работу бэкап сервер. Это просто пример, возможно не самый хороший, просто объясняющий, что делать. Если процесс не такой важный и это какая-то мелочь, типа блокнота, можно попытаться ему послать сигнал с помощью КИЛ. Для начала тот же СИКТЕРМ. Постарайтесь избегать использования СИККИЛ, но это крайняя мера. Если у вас зависает графический интерфейс, попробуйте открыть виртуальный терминал. Ctrl-Alt-F3, F4 и все такое и решайте проблему оттуда. Виртуальный терминал особо ресурсы не расходует и в случае тормозов он работает получше графического интерфейса. Еще одна проблема, которая может быть, ваша система намертво зависает и не реагирует абсолютно ни на что. Зачастую это связано с проблемой нехваткой памяти. Может быть, какой-то багованный софт съел всю оперативную память, от чего система зависла. Это называется Out-of-Memory OOM и различные компании предлагают свои превентивные меры против этой проблемы. Достаточно погуглить OOM Killer Linux. Но это все превентивные меры и если вы все же столкнулись с проблемой, не спешите перегружать систему. Вам поможет магическая кнопка SysRQ. На современных клавиатурах ее не всегда пишут, но обычно это та же клавиша Print Screen. Эта клавиша позволяет напрямую послать какие-то команды ядро. Например, чтобы решить проблему Out-of-Memory стоит нажать Alt Print Screen F. Тогда ядро избавится от менее значимых процессов, чтобы освободить память. В описании я дам ссылку на клавишу SysRQ. Итак, мы разобрались с тем, где найти информацию по процессам, немного углубились в теорию и разобрали, как управлять процессами с помощью сигналов. Какие есть превентивные меры, U-Limit, OOM Killer и что делать, когда система тормозит или вообще зависла. Это основа решения проблем, которые называются troubleshooting. Ничего не обещаю, но, возможно, я сделаю отдельный курс, где буду показывать различные примеры и их решения, а также подготовлю лабораторную виртуалку, где можно будет стимулировать ту или иную проблему и пытаться ее решить. Но даже если я возьмусь это делать, это будет, скорее всего, не скоро, потому что я не хочу бросать этот курс по основам Linux.